Награждением офлайн завершила спорта Геада Юлбарс Онлайн. Представители всех учебных подразделений Казанского Федерального Университета собрались в Малом Зале Уникса для чествования победителей и призеров в этом уникальном для студенческого спорта мероприятии. Вместе с ними была и наш корреспондент Наталья Журнова, которая сейчас расскажет, кто в онлайне оказался сильнее. Почти каждое спортивное событие заканчивается объявлением своих победителей. Вот и в этот раз на сцене Малого Зала Уникса можно было увидеть людей с медалями и кубками. Повод – награждение по итогам онлайн-спорта Геада среди первокурсников Юлбарс Онлайн. Пандемия коснулась всех сфер деятельности университета. Мимо спорта это также не прошло. Многие мероприятия были переведены в онлайн-формат, в том числе и спорта Геада Юлбарс Онлайн. Данный формат мероприятия – уникальное событие в мире студенческого спорта. В принципе, особых трудностей не возникло. В 2020 году весной мы уже все это попробовали, когда были вынуждены уйти в сеть, в онлайн-режим. Мы провели турниры и по шахматам, и были у нас киберспортивные турниры по FIFA и по Dota 2. И поэтому, в принципе, когда мы осенью думали о новом формате спорта Геада первокурсников, мы больше всего даже опасались того, что с нашим студентом это покажется немножко странным. Мы отходим от традиций, но уже после прошествия спорта Геада можно смело заявить, что спорта Геада зашла на ура. Я думаю, данный формат выйдет на новый уровень, и будут все студенты Казанского федерального университета принимать участие в спорта Геаде онлайн. С площадок и беговых дорожек студенты перенеслись на просторы Dota 2. Шахматы, шашек онлайн, поиграли в интеллектуальный квиз, позанимались визрой на удаленке и наматывали километры в рамках RunOnline. Первые награды были вручены участникам соревнований по шахматам и шашкам, в которых приняли участие более 200 студентов. Лучшими шахматистами в общекомандном зачете стали первокурсники из Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем, оставив позади Набережно-Челнинский институт. В шашках же студенты из Набережных Челнов не отдали свое преимущество и заняли первое место в общекомандном зачете. На втором месте Институт математики и механики. К слову, это единственное серебро для данного института. В остальных видах спорта студенты Мехмата стали чемпионами. В необычной для спартакиады компетенции квиз-викторина они становятся безоговорочными лидерами и забирают кубок. Самым обширным видом соревнований Yulbars Online стала физра на удаленке. Участники спартакиады состязались в таких упражнениях, как отжимания, приседания, бег и планка. Лучшими вновь стали студенты из Института математики и механики, забрав свою копилку, очередной кубок и многочисленные медали. Спартакиада не обошлась и без киберспортивного турнира. Мехмат показал, что силен не только в физической подготовке, но и в командных играх. Своими киберспортивными навыками ребята из Мехмата вывели свою команду на первое место, даже в таком нестандартном соревновании. Таким образом, Институт математики и механики в одну калитку обыграл своих конкурентов и стал абсолютным чемпионом в рамках спартакиада Yulbars Online. Во-первых, мы очень сплоченные. Во всех абсолютных видах, где мы участвовали, мы старались друг другу помогать при подготовке и при участии, поддерживали друг друга. И, конечно, наш спорторг Юркин Сергей, он тоже сыграл немаловажную роль. Он всегда нас мотивировал, поддерживал. Вот, наверное, два фактора. Наталья Жирнова, Универньюз.